Всем привет! Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу все, что вам нужно знать о COVID-19 для того, чтобы вы или ваши близкие, или ваши родственники избежали по возможности максимальных плачевных результатов. На самом деле проблема COVID-19 не является и раздутой, и не является слишком патогенной и слишком большой проблемой. Давайте посмотрим этот ролик до конца. Я постараюсь говорить коротко, сжато, чтобы не занимать ваше время. Но возможно именно эти знания помогут спасти жизнь вам и вашим близким. Итак, что же такое коронавирус и что такое COVID-19? Я не буду сегодня говорить о китайской теории и американской теории происхождения вируса. Мы об этом поговорим в следующем видео. Сегодня мы будем говорить исключительно о том, насколько он патогенен и почему умирают люди в таком количестве, и как сделать так, чтобы этого с вами или вашими близкими не произошло. Итак, коронавирусы были известны давно. В учебнике по биологии за школьную программу вы уже можете встретить коронавирусы. В группу ОРВИ, остро-распираторных вирусных инфекций, входит порядка 256 вирусов, которые вызывают ту или иную синдроматику верхних дыхательных путей. Это аденовирусы, коронавирусы, ротовирусы, вирусы парагриппа, вирусы гриппа и прочие другие вирусы. Вся их миксология составляет группу ОРВИ и ОРЗ. Это важно понимать. В мире и в популяции гуляет огромное количество ОРВИ-вирусов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. На протяжении каждых дней в метро, в общественном транспорте, руки, в нашу носоглотку попадает огромное количество ОРВИ-вирусов. Наши миндалины периодически воспаляются, работают для того, чтобы справляться с ними. Мы иногда заболеваем в очень легкой форме, даже этого не ощущаем. Легкий озноб, легкий насморк, чихание – это и есть тот симптом, указывающий на наличие тех или иных ОРВИ-вирусов нашей слизистой. Если в этот момент взять ПЦР-тест, то наверняка вы увидите какой-то коронавирус, какой-то ротовирус, какой-то аденовирус, какой-то другой остроспираторный вирус. Это абсолютно естественная физиологическая и бактериологическая среда нашей с вами жизни. В период осени и весны обостряются более течения вот этих всех ОРВИ-вирусов, потому что они передаются очень легко. Так вот, в чем же проблема коронавируса COVID-19? Первое, коронавирус COVID-19 является новым вирусом в семействе коронавирусов. Как он появился искусственно или природно, сейчас мы не берем. Мы знаем, что он новый. И это означает только одно, что новый вирус всегда имеет способности обходить иммунные системы. То есть первая проблема COVID-19 в том, что в отличие от прочих других коронавирусов и вирусов ОРВИ, он наиболее такой современно приспособленный к нашей иммунной системе. И больше процентов людей все-таки заболевает тем самым ОРВИ, которым другие могли бы не заболеть. Но здесь есть положительный момент. Все-таки 70-80% людей, которые вдохнут коронавирус, действительно его так или иначе поборют, как обычный ОРВИ, который у них всегда был. Но с 25% вероятностью вы все-таки заболеете. Это не значит, что вы умрете. Вы просто заболеете, потому что это все-таки новый модифицированный вирус коронавируса. Вот это очень важно понимать. Вторая проблема именно коронавирусом и COVID-19 в том, что он очень вирулентен. То есть он очень заразен. Он заразен в два раза больше, чем грипп. То есть он передается контактным путем в два раза лучше, чем грипп. Это эволюционный механизм. Так вирус приспосабливается к тому, чтобы распространяться. Во-первых, он очень заразен. Во-вторых, он имеет длительный инкубационный период, что тоже эволюционное звено для того, чтобы передаваться лучше. То есть его инкубация и его вирурентность – это естественное творение эволюции, которое позволяет вирусу выживать и приспосабливаться. Надеюсь, все это понимают. Ввиду того, что он очень заразен и очень имеет хороший инкубационный период, он поражает больший объем людей за единицу времени. В этом и есть первая проблема коронавируса. То есть его массовость. Не его патология, а его массовость. Потому что если мы возьмем эпидемиологию, если мы возьмем корь, если мы возьмем оспу, если мы возьмем лихорадку Эбола, если мы возьмем испанский вирус, испанка, испанский грипп, если мы возьмем ТИФ, если мы возьмем холеру, то мы увидим другую патогенность. Коронавирус не имеет такой патогенности. Он имеет ту же самую патогенность, что и все коронавирусы. Но поскольку он очень вирулентен, поскольку он новый и поскольку он очень быстро передается, то он первое опасный именно объемом пораженных людей. Вторая проблема и самая главная проблема коронавируса заключается даже не в его объеме, а в том, что он вызывает, в отличие от многих других заболеваний, непневмококовую осложнение, вызываемое коронавирусом. Это непневмококовая пневмония, которая в большинстве случаев называется внегоспитальной, внебольничной пневмонией, вызванной пневмококом. Коронавирус вызывает вирусную пневмонию. И вот здесь я сейчас прошу всех внимания, очень важный момент. Пневмококовая бактериальная пневмония и вирусная пневмония очень по-разному диагностируются. Именно поэтому все смерти, которые мы видим в мире, они обусловлены поздней диагностикой вирусной пневмонии. Пневмонию пневмококовую, бактериальную, слышно на прослушивании и простукивании. Ее видно и она очень понятно диагностируется медиками. Вирусная пневмония, вызванная COVID-19, не слышится, не простукивается и на рентгене ее нет. И человек, имея вирусную пневмонию COVID-19, может вообще в принципе чувствовать себя более-менее нормально, пока ситуация не упадет ниже определенного уровня. В этом и есть вся опасность и вся угроза COVID-19. Не более того. Почему? Потому что запущенная вирусная пневмония нарастает очень быстро. И отсюда и есть те мифы, что люди сгорают быстро, люди умирают быстро. На самом деле нет. Сначала происходит инфицирование. Организм пропускает этот самый вирус. Человек заболевает ОРВИ. Начинается остроспираторный синдром. Может быть легкий или средний. И вот здесь возникает два момента. Кто-то в этом среднем синдроме выздоравливает, а у кого-то возникает осложнение. Легкий кашель, слабость, вялость. Это уже первые признаки развивающейся пневмонии. Приезжает врач, слушает, простукивает, нет у вас хрипов. И оставляет пациента дома. Пневмония нарастает, слабость нарастает, тяжелый аспираторный синдром нарастает. Приезжает другая бригада, говорит, что-то странное, давайте сделаем КТ. Делают КТ, и там тяжелая двусторонняя вирусная пневмония. Человека кладут в реанимацию, подключают ЭВЛ, и он умирает. Если бы этого пациента диагностировали бы начальную стадию воспаления легких в самом начале, то возможно он бы даже до реанимации бы не дошел. Его бы смогли бы в отделении терапии и пульмонологии поправить. Поэтому, запомните, вторая проблема, помимо нового к иммунной системе и его вирулентности, вторая проблема, это то, что он вызывает вирусную пневмонию, которую не слышно, которая не прослушивается. И третья проблема, которая является сложностью с ковидом, это то, что вирусные пневмонии не лечатся противовирусными препаратами и антибиотиками. Поэтому врачам по всему миру приходится изобретать комбинации лечения этой вирусной пневмонии. Вот вам третья проблема. А теперь давайте подытожим. С чем связана вся вот эта статистика смертности? Первое. Новый вирус для иммунной системы, 25% людей его пропускают. Второе. Поздняя диагностика вирусной пневмонии приводит к среднему и тяжелому течению. И третье. Это отсутствие профильного лечения противовирусными препаратами вирусной пневмонии. Вот так из этих трех элементов складывается витальная картина в эпидемиологии COVID-19. А вовсе не потому, что вирус какой-то опасный и смертельный. Если бы вирус был очень токсичный и очень патогенный, то мы бы не имели 70-80% бессимптомного или слабосимптомного течения. Мы имеем 70-80% только лишь потому, что это стандартный ОРВИ-вирус, который у 25% все-таки пропускается. Мои рекомендации в заключении. Первое. Не надо паниковать. Не надо суетиться. Самая главная рекомендация следующая. При первых признаках ОРВИ, при небольшом ощущении отдышки, при небольшом кашле, при ОРВИ, сделайте все возможное, чтобы сделать компьютерную томографию легких. Это единственное, что спасет вашу жизнь. Потому что если у вас есть вирусная пневмония в начальной стадии, и вы ее диагностируете на КТ в начале, шансы и прогнозы гораздо лучше, чем тогда, когда вы столкнетесь уже с тяжелой вирусной пневмонией. Вот там умирают люди. Ну и самая последняя рекомендация. Не допускайте развития пневмонии у групп старше 50 лет и у групп со слабленным иммунитетом. Бабушки и дедушки даже от пневмококовой пневмонии имеют шансы умереть гораздо больше. Ну а проблему пневмококовой пневмонии мы знаем, как решать антибиотиками. А вирусной пневмонии нет. Поэтому высокая смертность у пожилых людей обусловлена фактором самого факта пневмонии. Отсутствие профильного лечения и сопутствующих заболеваний, которые реагируют на это профильное лечение в комбинации. Вывод. Чтобы не умереть от COVID-19, надо вовремя сделать КТ легких и вовремя начать лечение возникшей пневмонии. Дополнительно у 80% людей с ОРВИ COVID-19 пневмонии не возникнет. Будьте здоровыми, берегите себя и уделите внимание КТ легким. Это спасет вашу жизнь. Спасибо. Продолжение следует...